тема этого видео крыш тесты на велосипеде в отличие от мотоциклов на велосипеде падать гораздо больнее хотя на первый взгляд кажется что нет я лично падал на мотоцикле мы где-то около 50 раз ни разу ничего не один раз поломал плечевой бугорок вот здесь один раз падал со скоростью 150 километров в час и принципе при этом ничего не ломал было сотрясение мозга ломался шлем трескался пополам но на велосипеде состоит основа в том что ты падаешь просто голый на асфальт со скоростью 30 35 километров час 40 поэтому поэтому это реальная проблема и защититься не как я в пятницу упал больно в результате получил 1 2 3 4 5 6 7 здесь еще не видно травм конечно если я был на велосипеде с перчатками вот этой бы травма не было хорошо что ничего не поломал еще мог поломать если не мышечная масса руку бы точно упал следующим образом ехал быстро за машиной потом из-под машины вылетела яма я сначала хотел ее объехать потом понял что не успеваю и перепрыгнул пока летел увидел что машина тормозит наверное перед следующей ямы ну упал велосипед естественно поломался рекомендуема цена этого велосипеда в рознице 11 тысяч евро его остатки висят рама целая вот руль дорогой профайл дизайн треснул разломался точнее говоря ну конечно отремонтируем но сегодня надо ехать на лансерот поэтому поедем другим велосипедом вот с этим но это велосипед это не если велосипед это совершенство это рама это 2014 год это дюрейс система это электроника на переключал как это колеса за две с половиной тысячи евро карбоновые ему нечего придраться ну и рама велосипед самка спит 6 килограмм ведь тур де франц спортсмены на велосипеде едут тур де франц и они едут у них средняя скорость на 60 километров в час два велосипеда один два раза меньше второй раза больше один два раза тяжелее в другом раза легче поэтому этот в 10 раз дороже чем это даже не в 10 12 смотреть на все время на дорогу куда едешь это первое правило второе правило если ешь какую-то опасность надо притормаживать или по крайней мере бросать крутить третье с горы за машиной нельзя а